Друзья, всем добрый вечер. Сейчас 20 часов 2 минуты. Это прямой эфир на проекте Павловский Ньюс. Меня зовут Андрей Павловский. Сегодня с нашим гостем, известным экономистом Александром Ахрименко, мы будем говорить на важные экономические темы, поскольку тема коронавируса у нас буквально обсуждается на каждом шагу. Но также мы слышим и критику, особенно со стороны оппонентов, со стороны власти, что просто наша экономика летит просто вниз. И даже Петр Порошенко сказал, что уже все просто, что могли уже все потеряли, разбазарили и вообще, в общем, такая ситуация. Я предлагаю построить нашу беседу следующим образом. Начнем с самых актуальных вопросов. Вы будете их детально объяснять, чего ждать, потому что очень много-много противоречий сейчас существует. И я предлагаю начать с истории про закон антиколомойского, как называет одна группа в Слуге Народа, а другая группа называет закон о банковской сфере и рейдерстве. Смотрите, у нас вчера был в эфире Давид Арахами, которого мы возле Верховной Рады записали. И он сказал, что да, многие партии адекватные думают, понимают, что действительно этот закон неконституционный. Но вот вы, исходя из своих наблюдений, скажите, это все-таки желание сделать так, чтобы Порошенко, Рожкова и остальные не получили наказание за свою деятельность, как говорит Дубинский, или же все-таки здесь какие-то другие смыслы. Это просто требование МВФ, потому что они не хотят, чтобы деньги, которые они дадут Украине, чтобы их отдали Коломойскому. Я говорю так, как говорят поэтики. Ну, добрый вечер. Понимаете, насчет этого вот закона, противоречивое мнение. С одной стороны, да, действительно, если его прийму, давайте так, фактически подводят черту не только под приватбанк, обращаю в шагу. Если помните, во времена ГУНТВ закрылось колоссальное количество банков. Вообще, если перевести деньги, грубо говоря, 770 миллиардов гривен, еще по старому курсу. Ну, в общем-то, разворовали, растащили и так дальше. Ну, понимаете, что произошло? Не было бы Майдана, не было бы Гонтарева и Порошенко, не было бы Банков Парк. Но он произошел, действительно произошел. В результате еще, говорю, эти 770 миллиардов все потихонечку. И Гонтарева, и Порошенко, и возле Порошенко, и какая-то часть собственников банка. Там уже сложно понять, кто больше, кто меньше украл. Но сейчас такая ситуация, что уже вернуть взаг не получится. Ну, просто не получится. По этой причине возникла такая идея. Давайте все. Мы все понимаем, что это произошло. Мы все понимаем, что, ну, как бы, народ потерял, потому что 770 миллиардов. Кто потерял? Бизнес. Вот у вас счет был в банке, банк закрыл, счет потерял. Даже вы малый бизнес, пускай там у вас 50 тысяч гривен, но вы 50 тысяч свои потеряли. Вот что обидно. Но вы потеряли, а не заработали. На сегодняшний момент, вот этот закон фактически, ну, как бы, дает интеллигенцию всем тем, кто, еще раз повторяю, в то время, с 14 по, ну, скажем так, до 18 года, отжал, заработал, дает интеллигенцию, чтобы все, что вы украли, поделили, разделили, справедливо и справедливо, мы возвращать не будем. Это такая себе амнистия Майдана, получается, только там была история сказанная с уголовными делами, как бы, если кто-то там, кого-то, там, какие-то нарушения были здесь по банковской сфере, да? Однозначно. Вот фактически, вот вы правильно сказали, это амнистия. Ну, у нас закон называется не так, но это финансовая амнистия. Вот если его примут, вы тогда можете судиться, скандалить, возмущаться, все. Вот вы потеряли, вот, скажем так, в банке у нас был счет, вы его потеряли, ну, то есть в рубргене не вернули. Никогда больше не вернули. Даже если власть поменяется, не вернули. Такий же фонд гарантирования вкладов, который возвращал деньги. Или внесли в деньги? Нет, давайте так, смотрите, гарантирование вкладов, только физлица. Ну, классика. Вы частный предприниматель. Нет, то, чтобы вклады вам вернули. У вас был счет частного предпринимателя. Да, на этом счету было, ну, пускай там 10 тысяч, 20 тысяч. Я не спорю, что, может, кто-то скажет, да что там 10 тысяч, да, для вас это не настоящий день. Так вот, вам эти 10 тысяч никто никогда не вернет. Все. Даже если вы понимаете, что это незаконно. И у вас есть врушение суда. Да, говорит, извините, решение суда отдельно. Вам все простит. Объясните, зачем тогда вот эту норму конкретно вставили в требование МВФ, когда нам нужны эти деньги на уровне просто спасения государства. Президент выходит в трибуне и говорит, это наше спасение. Знаете, ну, либо, если мы за это не проголосуем, не получим эти деньги, все. Ну, вот просто, насколько все будет ужасно, что ужасней просто не бывает. Ну, смотрите, какая ситуация. Я, конечно, не знаю, какие были договоренности с Зеленским, когда он ушел в президенты. Ну, просто не знаю. Да, разговоры были, что определенная группа, ну, скажем так, людей, которые имели отношение к банкопатам, просила его, что давайте так, мы тебя поддерживаем, ты стоишь президентом, ну, будь добрый, отработай. Ну, смотрите, какая ситуация, чтобы правильно понять. МВФ никогда ничего не требует. Чтобы правильно понять, как она работает. Вот, ведутся переговоры. МВФ говорит, что я могу выдать такую сумму денег, а что вы сделаете, он спрашивает, он спрашивает, что вы можете сделать в реформах украинцев. И тогда украинская власть, то есть представители, министры, премьеры, ну, за администрацию. Говорят, а мы можем сделать то-то-то. МВФ говорит, так, это я соглашаюсь. Он согласился, это идея, не от МВФ, это идея от украинских бизнесменов. Ну, они упаковали под МВФ. Ну, или тех, которые, скажем, хотели бы амнистии для банковских, вот этих всех. И они, как бы, предложили это МВФ, и МВФ это согласилось. Согласилось, нет. Ну, понимаете, они очень хотят амнистии. Но сразу обращаю внимание, когда я говорю, Порошенко и компания, это не подразумевает одним Порошенко. Там есть люди, которые близки к Порошенко, люди, которые сейчас привласти, люди, которые сейчас критикуют Порошенко, люди, которые рассказывают, что они ненавидят Порошенко, но они тоже заработали на этом банкомпании. И они тоже хотят этот закон. Вот в чем ситуация. Хорошо, а как же вот это вот объяснение, как вы к нему относитесь, что МВФ нужен этот закон, чтобы, если в случае того, что нам дадут эти деньги, чтобы мы эти деньги не вернули Коломойскому. Хотя я читал аналитику, уточню сейчас, что читал аналитику, что говорят, даже если Коломойский выиграет суд, все равно, как бы, он денег не получит. Ну, давайте сейчас еще раз расскажу, что там произошло. Я думаю, вашим зрителям будет интересно. Ну, давайте, смотрите, я понимаю, что Коломойский олигарх, можно его ругать, но он действительно в свое время выстроил довольно большой империю. В каком варианте? Есть банк, и есть большое критическое предприятие, самых разнообразных, работающих, повторяю. Это не какие-то там шарашки, это действительно предприятие, в том числе металлического, химического сектора, энергетического. И как он работал? Да, он собрал депозиты. И потом в виде кредитов инвестировал в реально работающий бизнес. Пока не было Майдана, было вообще все замечательно. Ну, понятно, что Майдан дергнул все, в том числе, Коломойскому перепалу. Плюс то, что он потерял в Крыму, он потерял, потерял в Натбассе, потерял, чем в России потерял. В результате у него начались проблемы. И, конечно, он мог выкрутиться. Здесь, я так понимаю, возникла идея у Порошенко отжать Коломойского приватбанка. Обычный бизнес. Ну, Порошенко посчитал, хороший банк, давайте это же. И он действительно, фактически, с помощью Гонтарева отжал. Вот понимаете, все, что делал Гонтарева, все, что делал Порошенко, это была одна цель. Разорить приватбанк, чтобы, наконец-то, Коломойский сдался. Коломойский сдался. Но, Александр, что, подождите. Александр, сразу же замечу, что позиция президента тогда была, что в Коломойский, там были проблемы в банке. И если бы эти проблемы, ну, я как бы со своей второй точкой зрения объясняю, что если эти проблемы не решить было до финансированием со стороны государства, то банк мог просто развалиться, и банковская система просто бы рухнула, и вкладчиков было бы намного больше, которые не могут вернуть свои деньги. Это была тогда официальная позиция такая. Ну, это официальная. Но открою маленькую тайну. Почти аналогичная ситуация была в 2009 году. Тогда тоже проблемы были в приватбанке. Смотрите, банк большой. Еще раз говорю. Банк, да, инвестирует деньги в реальный бизнес. Понятное дело, что когда есть проблемы, проблема из обслуживания кредитов. Но это не значит, что система вся разваливается. Все, что надо было сделать, реструктуризировать кредиты. Да, действительно, там есть определенные проблемы, но это не критичные проблемы. Но смотрите, что произошло, чтобы вы в курсе были. Он переводит в приватбанк куратора. Куратор – это работник нацбанка, который фактически блокирует работу руководства приватбанка. И каждый раз своими действиями убивает, 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 убивает. То есть цель была следующая – добить банк. И заставить Коломойского пойти на переговоры. Давайте закончим. Когда действительно Коломойский пошел, ну, естественно, он видел, что его банк убивает. Он понимал, что это наезд. Происход понимал, что это рэкет. Но он же тоже не первый раз в бизнесе. Тогда он договорился с Порошенко на таких условиях. Давайте так, хорошо. Я вам отдаю приватбанк. Но при этом предприятия, которые возле приватбанка, которые закредитованы, они остаются его собственностью, Коломойством. Но Коломойский говорит, я же не могу сейчас эти кредиты погасить. Никак. Ну, и никто не может. Там действительно 150 миллиардов. Куда? Я предлагаю. Давайте мы их реструктуризируем. И когда кризис закончится, когда ситуация улучшится, я их потихонечку буду погашать. Я их погашу, но не за год, за десятилетие. Порошенко дал слово. Но как только банк забрал, Порошенко слово передумал. Если помните, у нас руководство, Банк довольно часто менялся. Помните? И даже там был такой рюкетик, ушел, холопнул дверь, сказал, я в эти игры не играю. Потому что фактически тогда у Порошенко возникла другая идея. Отжать у Коломойского через завод. И вот после этого все начало. Да, это я так понимаю, что тогда и стал вопрос, что часть залогового имущества это там Мауо, Буковель и все... Ну, это мелочь. Это тоже есть. В том числе и плюсы. В том числе, ну, смотрите. А давайте мы все время как-то больше Коломойский приватман. Нет. Коломойский – это металлургия, химия. Причем это большие предприятия. Еще раз говорю. Это даже предприятие машиностроения. Правда. Ну, понимаете, у него довольно большая компания. И еще раз смотрю. Это реально работающий завод. Можно, конечно, поднять вопрос, как он их раздобыл. Это отдельно. Но на сегодняшний момент это абсолютно рано. Но они находятся в заводе. И что хочет Коломойский? Чтобы ему эти заводы отдали. То есть выняли залог. Или реструктуризировали так, чтобы он мог за 10-15. Но он сейчас, вот сейчас погасить кредит он не может. И он предлагает. Соответственно, я так понимаю, что основной конфликт Порошенко-Коломойский был как раз, Порошенко не шел на это. Скорее всего, Коломойский надеялся, что Зеленский пойдет на встречу. И позвольте ему, ну скажем так, забрать его заводы. И давайте так, скажем, по-простому. Но появляется теперь этот закон, который фактически, если будет принят, Коломойский теряет заводы. Причем, я говорю, вот он теряет настоящий миллиард денег. Имеется в виду доллара, как вы понимаете. За это надо сражаться до последнего. Хорошо. Ради справедливости, просто я уже вас не стал перебивать, что тогда Порошенко в свое время объяснял, что, каким образом действовал Коломойский, неправильно, ну типа, не нарушая закон, что банки давали, реструктуризировали, докапитализировали Приватбанк, то есть давали, по сути, деньги для того, чтобы банк сделать более мощным, ликвидным. Но он эти деньги вывел, вывел на расчетные счета своего окружения. Ну, то есть, мы должны об этом тоже говорить. И мне лично кажется, вот я сразу же вам вопрос. Смотри, мне лично кажется, получается, с одной стороны, у нас есть там Порошенко и люди, которые занимались национализацией, с другой стороны, есть Коломойский, который говорит, что типа, я ничего не воровал, и в принципе, некие правоохранительные органы, международные, там, неважно, какие должны были бы установить суть. А сейчас этот закон даже запретит устанавливать суть. Правильно? Правильно. Но давайте уже не будем защищать Коломойского, но смотрите, ни что он не воровал. Он действительно, деньги, часть денег, не все, часть денег, которые получил за рефинансы, он действительно выдал кредиты, не в офшорах, всегда получал, кредиты реально работающим собственным заводом. Почему выдал? Чтобы заводы не остановили. Понимаете? Вот здесь тоже ситуация. Он понимал, что если сейчас он не декредитует заводы, они станут, просто станут. Да, он взял эти деньги, докредитовал, заводы не станут. Вот тут вот это вот, я понимаю, что здесь вот шапкий момент, говорит, ну как же так, ему же надо было, да, он действительно кредитовал свои заводы, но у них спасал, чтобы они не стали. И сейчас он не работает. Хорошо. И сейчас это болезненный вопрос, когда стоит вопрос, есть вопрос, оставить ему, и другой вопрос, отжать ему. Вот здесь, я говорю, чисто вопрос власти. Я не за Коломойского, не против. Лично мне все равно, чем оно закончится. Но просто я рассказываю, как оно есть на самом деле. Потому что есть желание людей отжать у Коломойского и стать новым олиганкой. Хорошо. Кто это желает? Понятно. Теперь смотрите, что же у нас получается, что ввязали эту всю историю в МВФ, ну скажем, некие люди, ввязали эту всю историю в МВФ. Возможно ли сейчас, возможно ли сейчас, мы видим уже там, одни кричат не дефолту, вторые кричат, что мы обойдемся и без денег МВФ дефолта не будет. Но вопрос в другом. Мы можем теоретически сказать МВФ, ну вот там новый премьер-министр, я так понимаю, что новый уже как бы не лоббирует эту историю, что давайте эту форму уберем. Или Зеленского просто поставили уже перед фактом как бы вот эти все группы, что вот надо делать законы. Потому что, ну, получается, если этот закон вывести из плоскости требований МВФ, ну вообще в принципе, тогда, ну, все отлично получается. Там уже дискуссия, расследование, как там уже решится. Вот в этом-то вся беда, что я так догадываюсь на сегодняшний момент. Ну, в окружении, давайте так, в окружении украинской власти, скажем, даже не будем называть кого. Есть разные группировки. Есть группировка, которая поддерживает Коломойского, считает, что, ну, не надо ее разорять, надо оставить его бизнес, найти компромисс. И есть другая группировка, которая считает, надо Коломойского умножить на ноль, отобрать весь бизнес и стать новым олигармом. Вот это беда. Кто выиграет? И понятно. Но, действительно, она может закончиться тем, что, в данном случае, может проиграть Коломойский, а может выиграть. Но, вы знаете, вот он сражается до последних дел. Вот это надо отдать должное. Хорошо. Начинаем двигаться дальше. У нас есть на сегодняшний день этот законопроект, которому 16 тысяч правок. Депутаты, с которыми мы общались, в том числе в прямом эфире, говорят, что они сейчас инициируют законопроект, антиспамовый, такой себе законопроект, который позволит эти все, как бы, поправки, эти все предложения, как бы, убрать. Но его тоже нужно проголосовать. Скажите, как вы думаете, сколько у нас есть времени для МВФ, чтобы эту всю историю осуществить? Но если мы сейчас говорим о том, что мы хотим этот кредит получить, то есть это мы можем и год этим всем заниматься, но МВФ будет ждать, экономика будет ждать. Или есть какой-то, знаете, вот ограниченный срок, допустим, там три месяца. Если мы за три месяца эту историю не решим, поправки не пройдем, закон не проголосуем, то все. Ну, типа... Смотрите, если мы не получим кредит МВФ в течение года, никто не заметит. Если мы получим кредит МВФ в течение года, тоже никто не заметит. Чтобы вы правильно поняли. То есть мы про него очень много говорим, но в действительности он немного помогает Минфин. Сейчас объясню, почему. В этом году надо погасить кредит МВФ 1,3 миллиарда долларов. Это против 400 миллионов уже пояснили. Теоретически, если действительно МВФ нам даст кредит, скорее всего, нам перечислить полтора миллиарда долларов. И тогда получится полтора нам дал, один, три миллиарда дали. Вот и все. Да, я не спорю, для Минфина это удобно. Ну, знаете как, раз, раз, все, вышли. Еще на счет капула. Да, не такой небольшой плюсик получился. Вот и все. То есть здесь, ну, как бы, идея яйца выходила не стоит. Но, если про это рассказывать, это же неинтересно. Знаете, дефол, да, вау. Единственное, есть маленький нюанс. МВФ обещал дать нам на борьбу с коронавирусом. Здесь тоже интересно. Но это не связано. Смотрите, борьба с коронавирусом, кредитом, это две разные вещи. Давайте так немножко. И то, и то кредит. Но, если этот кредит, это считается для, действительно, золотых резервов, то борьба с коронавирусом, она дается, как бы, ну, все, там, ну, 85 стран мира получают. То есть, и мы в том числе. Чтобы вы так правильно поняли, естественно, что... Но, мы просили сначала 50 миллиардов, потом 10 миллиардов. Сейчас, надеемся, что нам дадут 4,5. МВФ обещает 1,5. Или 2. То есть тут, понимаешь, когда начинаешь разбираться в цифре, ребята, кто это объединил? Александр, кто это объединил? Кто объединил то, чтобы деньги на получение борьбы с коронавирусом объединить с кредитной программой, которая это все должна, ну, типа, под которой подвязаны законы? Это тоже специально для того, чтобы, ну, как бы, насолить власти и потом вот эти все требования туда подобавляют? Тут даже не так. Смотрите, МВФ это не объединяет. Но когда наступает наша политика, это объединяет. Понимаете, в чем хитрость? Вот всегда политики любят, они знают правду, но они чуть-чуть недоговаривают, чуть-чуть перекручивают. И в результате это принимает невероятную ситуацию. Вот мы уже слышали, ну, Зеленский говорит, мы получим 8 миллиардов. Почему он начал путаться? 8, 12. Что он имел в виду? Рассказывай. Смотрите. Вот если мы получим перед МВФ, общая сумма, общая, 5,5 миллиарда. Но, скорее всего, 5,5 он не даст, он, как правило, дает немножко, потом не дает. Раз. Плюс 4,5, которые, ну, мы просили на борьбу с коронавирусом. Плюсуем, сколько получается? Стоит 10. Плюс нам обещает Мировой банк 1 миллиард и Евросоюз 1 миллиард. Получается 12. Вот это настоящий математик. Все остальное 8, 12, 4. Это, вот если в зависимости, что я говорю, я говорю, как политик, я начинаю перекручивать данные, путать, обманываю. Но, как видите, здесь ситуация довольно такая, четкая. Да, есть кредит 5,5, но общую цифру никто не даст. Вот силы полтора миллиарда дадут. Есть 4,5, которые мы бросим. А Мэй говорит, нет, полтора, ну, два, крайне случае. Мы 4,5 типа, выходим 4,5. Есть, да, действительно, скорее всего, Мировой банк Евросоюз по миллиарду дадут. Ну, они обещали дадут. Миллиард небольшая сумма дадут. Вот это есть. То есть у нас по большому счету реальных денег немного будет. Но разговоров вот этих всех идей, что вот надо принять закон, значит, дефолт, значит, политика. Нет, очень удобно использовать МВ. Хорошо. Смотрите, окей, мы видим вот этот слэшмоб не дефолту, и сейчас уже было заявление министра финансов нынешнего, ну, по крайней мере, его бы цитировали, о том, что Украина может эти все деньги вернуть и без кредитов МВ. Да. Насколько это все возможно? Возможно. Хорошо. А вот такой вопрос, ну, вот, смотрите, сейчас, по сути, закрываются банки в Украине. Не банки, а бизнес. И бизнес закрывается, банки или закрываются? Нет, да, я говорю, закрываются банки, не банки, бизнес, там кинотеатры, малый бизнес, все остальное. Неужели нельзя объяснить, ну, вот, мировому сообществу, которому мы должны денег, что, ребята, у нас все закрыто, мы вернем через, там, полгода или через год, когда у нас все подымется, мы не отказываемся. Ну, у нас, там, страна, по сути, вся в карантине. Это форс-мажор. Ну, как же ж, есть же форс-мажор. Ну, смотрите, еще раз, давай теперь будем разделим. МВФ и другие. Смотрите, есть общие внешние налоги. Крит МВФ, раз, в этом году 1,3. Есть еврооблигации, два, это отдельно, это не МВФ. Вот, еврооблигации в этом году действительно по оси 4 миллиарда. Плюс ко всему, там есть еще одни еврооблигации, которые под гарантией США. Вот, действительно, мы можем, вот, вот эти еврооблигации, реструктуризировать. И, вы правильно говорите, что если мы обратимся, ну, что значит реструктуризировать? Ну, вот я резко как делал, ну, просто, можно было сделать по-умному, а не так, экономить порядок. Ситуация следующая. Да, сейчас в мире очень многие страны проводят такую реструктуризацию. Мы тоже можем обратиться, как так. Смотрите, вот давайте так, мы эти еврооблигации будем погашать в 20-м году, в 21-м, а перенесем годы на 3-4, то есть с 25-го, с 26-го и так дальше. Солосец. Это все, ну, понимаете, какая ситуация? Почему министр финансов сказал это? Ну, потому что, во-первых, они запустили уже переговоры. И они видят, что в принципе можно договориться, потому что в мире сейчас многие договариваются. Другое дело, что некоторые просят им аж на 50 лет. Ну, 50 лет нам не пойдут на встречу, мы не в таком критическом ситуации, как в других странах. Но даже на 5 лет можно. И почему, почему министр финансов это сказал? Ну, он видит, что по большому счету кредит МВФ вообще-то нужен. Но я же вам сказал, там, ну, мизер получается. Толку от него мало. Но при этом он понимает, что действительно сейчас провести сервис структурации еврооблигации. Это отдельное, открытое. Вполне возможно. И даже это можно сделать так спокойно, ну, как бы, типа, в течение года, что никто это не заметит. Понимаете как? Потому что действительно сейчас многие страны мира это делают. И мы можем тоже это сделать. Вся разница. Мало того, у нас, говорю, сумма даже небольшая. Понимаете? Мы можем реструктуризировать все или часть облигаций. Потому что действительно получилась ситуация такая, что вот, ну, как бы, вот когда тут карантин бери, паника валютная была, она затихла. И сейчас даже нас банк выкупает воды. В чем приют. У нас получился злышок валюты в Украине. Невероятный факт. Так что вот, исходя от партия. Хорошо, смотрите. То есть, получается, вы, в принципе, прогнозируете, что вот эта вся история с рынком земли, который мы должны открыть какими-то дополнительными новыми условиями, что антиколобойского закона, оно может растягиваться на большое количество времени. Глобально это не повлияет. Только будет политическая, как бы, хрязня. Ну, а мы будем выполнять наши обязательства и экономика, в принципе, как-то будет балансироваться. Хочу вам напомню, что весной 2019 года даже сам рассказывали, что если мы не получим кредит МВФ, курс будет 50 гривен. Потом все про это забыли. Потом про 2019, вообще была революция. Даже не то, что. Хотя тоже, между прочим, кредит, который мы сейчас хотим как бы получить, мы должны были получить в 2019 году. Тоже называли полтора миллиарда. Мы их не получили. Все забыли, что мы их не получили. Понимаете, кредит заключается в том, что мы даже забываем, что там не дали. А, ну, конечно. Хорошо. В связи с нынешней ситуацией я хотел вас попросить сделать некий прогноз на курс, потому что разные агентства, как бы, мы помним, когда началась история с коронавирусом, курс просто начал там взлетать и до 30 практически. Но я читал аналитиков, которые писали, что курс типа 30, это очень спекулятивный курс, что, в принципе, вольвертных резервов достаточно. И украинцам, как минимум, не стоит переживать по поводу курса доллара и вот его стоимость. Не, на сегодняшний момент, смотрите, у нас сильно влияет на курс доллара кировой валютной рынке. Вот, ну, действительно. Вот, когда все начиналось, он, как бы, играл довольно существенную роль. Сейчас паника прекратилась и даже на сегодняшний момент кировой валютной рынке избавляется от того, ну, потому что покупателей мало. И смотрите, какая ситуация. В этом году может произойти такой нюанс. Скорее всего, цены будут расти, к сожалению, а курс может не расти. Потому что людям, ну, скажем вот так, не исключено, даже возможно, кому зарплату повысить, не спорю. Кто-то останется без работы, вот это, скорее всего. Кто-то будет получать меньше, чем получал раньше. И ему будет не до долга. То есть, грубо говоря, ну, сам по себе мода на доллар в этом году может пройти. То есть, вот такое желание, а завтра скупать доллары, может и будет денег не будет. И вот эта вот ситуация может происходить весь 2020 год. Причем напомню, что в 2015 году у нас тоже курс улетал, тогда даже по счету. На чемном рынке больше 40 будет. Там уже 50 было рядом. Вот он опустился до 24. Ну, скорее всего, 27-28, вот такое, будем видеть. Но понятное дело, что будет в моменте ближе к 27, там даже 26 с копейками, 28 с копейками, оно будет туда-сюда в 200. Вот это мы постоянно видим. Александр, спасибо вам огромное, что вы нашли время для того, чтобы мы с вами детально постарались разобрать историю с Приватбанком, поскольку она дальше будет обсуждаться только уже в политическом виде, и мы будем видеть, как группы будут друг друга просто уничтожать в эфирах, грызть за эти все кредиты МВФ и за во благо спасения Украины, как они все будут говорить. Александр Ахвиненко, известный экономист, был сегодня с нами в прямом эфире на Павловский Ньюз. Друзья, подписывайтесь на нашу страницу, на страницу Александра, он там всегда делает экономический анализ. И до встречи, уже до завтра в 20.00 еще будет один эфир, будем тоже говорить на актуальной важной теме. До свидания вам, Александр.